Представьтесь, пожалуйста, в начале нашего разговора. Гушегуру Рашид Ахмедович. В каком году вы родились? В 1935 году рождения. Семья наша, коренные жители села Насаркорт. У моего отца было две жены. Но жили как... Сажали картошку, пакурозу, держали скот. Ну, как их, как, пенсии эти-то, ладно, тогда не было. Ну, нормально жили. Во время 1939 году наш старший брат был Адлумажит. От первой жены отца она умерла. В 1939 году он добровольно ушел служить в армии. Он в финской войне участвовал. И без вести пропал. Он был образованный. Ну, офицерский. Что еще в семье? У нашей матери пятеро было детей в то время. А у второй матери семеро было. Ну, жили под одной крышей. Ну, как все дети играли. Нормально жили. То есть ваша семья занималась сельским хозяйством, да? Да, сельским хозяйством. Образование отец и мать вашего? Образование отца не было, но он работал ныне Асановка называется по-ингушски Ахворц. Это ходило в Ингушетию. Там работал он зал столовой. А ну, больше никто у нас не работал, еще возраста не достигли. Здесь старший брат мой и сестра они окончили три класса. После этого два месяца учились в четвертом классе. В то время фронт приближался, война подошла близко. Тут из школ освободили солдаты были в школах, офицеры по квартирам были размещены. Это в 42-м году, где-то в октябре. А я должен был этот год пойти в школу, но тоже занятий не было. В основном вот так. А что вы можете вспомнить из той жизни на родине до выселения? Как ваше детство для вас вспоминается? Счастливым или не очень? Отношения с друзьями? Были ли у вас друзья? Конечно. Как все дети мы играли. Старший брат на 3 года старше был. Он помогал. но мы тоже помогали кукурузу собирать или картошку выкапывать. Ну трудились, играли. А чем вы допустим зимой занимались детвора? Чем вы забавлялись и развлекались? Ну основной это был мячик. один подбрасывал другой бил палкой потом перегонки бегали такие игры. А чувствовалось вы дети чувствовали что идет война что что-то страшное происходит в стране? Да это когда подошли в самолеты летали но мы дети выходили ну рассуждали вместе с собой вот это наш самолет это немецкий самолет а взрослые нас догоняли в окопы подвалы ну они там вверху стреляли но все равно мы как только взрослые куда отойдут выскакивали смотрели кричали когда немецкий самолет сбит сбивали вот я хочу подчеркнуть от двух матерей мы да но между нами как и все дети одинаково у нас различий не было подчеркнули подчеркнули вверху вверху на нос вверху яхту это различий у нас не было под одной крышей жили только дом стенки разделены только с моим этим отцовским сыном мы вдвоем один годский был одногодский ложились вместе спали вместе дружно жили скандала не было отец работал зарабатывал приходил домой деньги приносил мы помогали считать но потом он выручал наверное мы не знали чего потом он их сдавал куда я не знаю тогда не знал а теперь знаю вот когда и как вы стали понимать что в стране или вообще в обществе происходит что-то не так вот о каких-то событиях исторических фактах вам дома рассказывали слышали ли вы дома такие разговоры об истории своего народа вообще о положении ситуации в стране вы были свидетелями этих разговоров да разговоры были конечно особенно вот эта война когда началась мы очень сильно переживали радио слушали наш брат в армии был мы дети правда не плакали но женщины плакали а без вести когда ваш брат пропал брат ваш когда без вести пропал в каком году его письмо пришло написанное написанное через шесть дней как война началась он белорусский служил как война началась на шестой день написано было его последнее письмо с тех пор больше ничего не известно писали мы но неизвестно еще нас двоеродный Бонат тоже воевал но его могила известна он Карело-финской республики была там похорон и там ответ пришел такой а как его звали я точно не знаю что это был Хажвикар по-моему получается он в финскую погиб или уже в великую отечественную просто в Карелии он в армию ушел как и наш брат есть а воевал он уже в отечественной войне тоже отечественной погиб получается как вам вспоминаются события непосредственно самой депортации как эти события развивались и как этот день настал в итоге за день до этого было сообщение вот по силу что завтра будет серьезность там мероприятия мужчины достигшие 15 лет и старше явиться в 8 часов возле школы нашей какая это школа 11 но тогда одна была школа туда на площадь явиться моему брату было 12 лет он на 3 года старше меня был он тоже с ними пошел двоеродные братья пошли в общем все мужчины пошли на это собрание утром рано время я не знаю сколько но тоже утром наш дом пришли три человека ну мы тогда на улице бегали приближая что они я русский не знал правда но кто знал там собирайтесь разрешено было я сейчас правда забыл сколько там кукурузы сколько там несколько кфур порезали и вот эти которые нас выселяли вот эти три человека некоторые которые приходили они сами помогали ну а к нам попали почем жесток мать хотела отца шапка висела хотела взять шапку и оттолкнули висела а м а м а м и а Все расстраивается, мы делаем этот план. Ну, нас, которые здесь жили, вот все в Киеве, там, там, такой двор был большой, там собрали нас, сколько там в норме положено, только это нам разрешили взять. Коров вымычали, обстановка такая тяжелая была, собаки лаяла. Вам объяснили, что происходит? А? Вам объяснили, что происходит вообще, почему с вами так поступают? Я это… Вот эти солдаты, которые к вам в дом пришли, что они вам сказали? Да, они сказали, что вас выселяют. Так вот, которые потом переводили, я русский не понимал. Вас выселяют, вам разрешено врать то-то, то-то, то-то. «Собирайтесь». А почему, это нам никто там не объяснял. Выселяют и что? Ну, по крайней мере, в моем сознании. И что вы смогли с собой взять? Ну, честно, я точно не знаю, но я знаю, что… Количество, я не знаю, кукурузу взяли, а муки кукурузной и мало у нас было, это взяли, там курей порезали, ну, там сыр, да, все это было, что там есть. Ну, а из вещей, одежда, это зима же была, одеяло. А вечером уже, ну, еще светло было, солнце не сел, нас повезли на станцию. Там пришли наши, ну, брат и дети, которые ходили на… А там на своде их окружили и не пускали. Вечером, когда на поезд сажали, а поезд этот был, ну, товарняк или… это не пассажирский был, а грузовой поезд. Там буржуйка стояла, у кого что есть, то постелили. Ну, мы, дети, нас укладывали, а матери нашей, они сидя, вот восемнадцать дней, сидя, спали, лежать негде было. Народа много было. Вот, я помню, как там дверь открыта была. Потом кричали, а что кричали, я не помню, эти охраны. И дверь раз закрыли снаружи, закрывали дверь. Потом с нашего вагона никто не умер, а с соседнего вагона там приходили иногда или отсюда выходили. Они говорили, что такой-то умер. Его завернули на станции там, где положили на снег. Вот так. Ехали восемнадцать дней. А чем вы питались? Да, приносили, подавали, что-то подавали. И потом, что брали там лепешки, кукурузный хлеб. А вы помните, кто в этом вагоне кроме вас еще ехал? Сколько примерно было человек? Ну, количество, я не помню. Ну, примерно. Ну, сколько помещается, столько было. Там, я говорю, лежат вот эти наши матери там. Они, по крайней мере, моя мать. Да, я ничего не сказал еще. Наш отец в то время был в Грозном. И вторая жена отца, она с Грозного была. Она тоже. Они поехали, ну, родственники ж мы били. И они с нами не были. Мать осталась. Одна мать осталась. Самой старшим из мужчин было двенадцать лет. Остальные все меньше были. Ну, сестры у нас были. Три сестры старше. В общем, семь человек их и пять этих. Двенадцать человек и мать тринадцатая. Ну, с нами был дядя. Дядя был с нами. И его сыновья двое. Один на почте он работал. Поэтому его в армию не взяли. Второй еще не достиг возраста. Но он уже в школу, там, седьмой, что ли, класс закончил. Вот так. А у дяди еще с нами ехал… У нас пять было. Отец и четверо его братьев. А из них один в тюрьме вот сидел. арестовали. Арестовали его. За что? За что? Неизвестно. Он молодой был всегда. Он пятнадцать лет захотелся. В каком году его арестовали, вы примерно не можете сказать? В тридцать-тридцать-таром году. Он, ну как сказать, лошадь. Родственник пришел, сказал, лошадь дай мне до сутки. И на этой лошади он что-то там делал, я подробностей не знаю. Но факт то, что его арестовали, лошадь… Ты там-то он забыл, не был, а лошадь твоя была, я не знаю. Но он не выдал. Этого человека, который лошадь у него брал, он не выдал. Пытали его, а потом пятнадцать лет дали ему. Абсолютно без вины. Ну, у ингушей, мы же знаем, такие случаи бывали, но редко, когда не выдают. Другие приходили сами, это мой, а этот товарищ ничего не… Не приздался он, да. И вот в сорок седьмом году только. Его семья была… Один из этих пятерых один, двое тогда убивали же… Тридцать шестой год, репрессии были. Вот тогда были убиты, безвинно убиты. Ну, арестованы или известны? Тридцать шестой годы. Тридцать шестой годы. И это нашему дяде тоже очень тяжело было. Как бы, два сына, они сразу на работу. Мой брат двенадцать лет был, тоже там на работу. Но через восемнадцать дней станция Кайбагор называлась. Еще раз повторите. Кайбагор, станция Кайбагор. Мы доехали в Казахстан, в северный… Это Кустанайская область, Карасуцкий район, станция Карабалак. То есть, как я сказал… Кайбагор, вы сказали? Кайбагор, да. Станция Кайбагор. Там это было… Ну, темнеть начало вечером. Нас высадили… С вагонов высадили. Стояли трактора с санями. На санях была солома постельная. Нас в эти сани… Детей положили, одеялом накрыли. Там… А взрослые, я не знаю как, они сидели. И ехали мы до района… Было 60 километров, я как… После… Ну, уже когда подрос, я узнал… Сколько… И от района этого… Карасунского… Пятая ферма называлась. Колхозные фермы были. Ну, там дома были, каждый… Это 50 километров… В общем, 110 километров нас везли на этих санях. Вот этой станции Гайбагор у вас еще 110 километров… От станции Гайбагор до… Место, которое нам там подготовили… Это ферма номер пять, да? А? Ферма номер пять, да? А? Ферма номер пять, да. А? А… Там… Скот, где держат, есть базы? Там они почистили. По двух сторонам соломой все застелили. Брезенты вешали. Ну, как подобие ячейки комнаты. Каждую поставили буржуйку. Окна, где стекла были, там… Это очень редко там было векторе. А в основном завешали, что в мороз. И вот там сплошно все заболели. Его называли брюшной тип. Это большая температура была. Ну, в рту все… Ну, как… Месиво. Ну… Это… Бредили. У нас вот из двенадцатых человек не заболели двое. Одна сестра и вот этот старший брат, двенадцать лет. Они не заболели, остальные все заболели. Очень тяжело была мать. И в этот период, за эту неделю, с каждой семьей два-три человека. А у нас двенадцать человек было. Семь. От одной отсажены. Пять нас. Вот. Наши из пяти двое умерли. Две сестры, старшая и младшая. Из семи трое умерли. Вот у дяди дочка и сын. У него три сына было. Младший сын и дочка умерли. Это который был в тюрьме? Его в тюрьме? Нет. Это который с нами был, дядя. Ну, так и в остальных. Там же людей много было. Как их хоронили, я не знаю, по-моему. Снег взрывали. А потом по весне их хоронили. А ваш отец со второй своей женой так и не объявил все это? Ну, они… Жена объявилась… Ну, мать этих детей… Она объявилась через… Сейчас точно… Да. Через два года. А отец через год. А они почему расстались? Как их разделили? Я же говорю… Отец… По работе или как, я не знаю зачем, в Грозный поехал. А в Чечню, я не знаю, Грозный он или… В Чечне был. Я имею в виду между собой, как они потерялись? Они же в Грозный оба были? Они не вместе. Отец сам поехал в Чечню. А эта жена к своим братьям поехала. И там они разминулись. И это… Отец, наверное… Он не туда пошел, когда… Ну, не к своим родственникам, не к жене родственникам пошел. А в Чечне у него друзья были. Много, может, к друзьям или к чему он ехал, я не знаю. А их как тогда депортировали, выселяли? С кем они оказались? Они… Они… Эта… Эта… Мать этих детей… Отца, жена… Вторая… Она со своими братьями… Они… И попали они… Ну, в теплое место, где недалеко от Алматы. Станция Луговая называется. Их… Их… Они… Они туда попали. Пока… Нашли, где… Семья… Ну, писали они. Время проходило. А как они выяснили, где вы именно находитесь? Кто им сообщил? Ну, писали там-то, специально были. Таких было же много. Вот… У моей матери… Отец и мать были, старики. Ну, я не знаю, кто там писал, там грамотные были. Двоеродные братья. Девящие. Наверное, куда-то писали. Там сказали, наверное. Там комендатура была. Комендатуру разыскивали. Ну, что… Ну, зависны, зажили. Да. Давали. Ну… Как его называли? Я не знаю. Коричневатого цвета. Жидкий. Суп или что он был. Я не знаю. Каждой семье на приеме. Сколько… Сколько… Количество людей там. Это… Весной уже я ходил туда. Ну, равно… Это как… Количество людей… И… Вот это дядя… Жена… И нам… Моя мать… В общем… На две эти… На три семьи… Я носил. И со мной… Еще брат… Брат был… Менше меня на три года. Это… Мы носили. А брат… Старший… Немнадцать лет… Он сразу… Пахал… Там… На быках пахал… До этой буки надо было… Лежать… И идти… А… Сзади… Который… Подгонял… Кнут… У него… Вот… Погонщик… Назывался… Он… Землю пахал… Ну… Сколько ему тогда лет было… Вашему брату? Двенадцать… Три года старшего… Ну… Тридцать второго года… А… 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 Там… Будет комбинат… Или как он назывался… Я не знаю… Ваха… Я чеченец был… Так… А… Топиаха ж… Его брат… Они попали вместе… К нам… Они попали вместе… Вот этот Ваха… Образованный человек был… Он… Этого… Быть комбината… Начальник стал… И тогда они шерсть раздавали по домам, специальных помещений нет, у них там работ, по домам, чтобы они в реале вязали безрукавки, носки, шарфы. За это деньги давали. Это один промысл был. Это в каком году? Ну это сорок пятый, сорок шестой год. Так, сорок пятый год, брат, тридцать второй год не трогали на работу выходить. Это пожелание, пожалуйста. А мать, наша мать, и повестка на работу, когда уборка там. Из-за матери, это брат мой ходил. Вместо матери. Мать идет. Потом сестра была страшная. Она тоже умерла, только попозже. Ее, а у нас там куда-то поехали сестры, женщины. И опять брат за нее тоже пошел работать. Но, когда еще жива была, эта сестра вязала. Потом, в дальнейшем, в каком году было, я не помню. Ну, не корова, а семер. Телочка. Да, телка. Дали там. Там скот держать очень было легко, потому что там никакие там корма не нужно было, только сено. Там сено достаточно, там все нужные вещи в сене. И эта телка, там теленок у нее был, там уже молоко стало. Ну, уже живать начали. Ну, казахи сначала, они напуганы были. Наверное. Но потом, когда узнали, говорили, вы очень хорошие люди. А нам говорили и так, мы боялись вас. А что им говорили? Ну, бандиты едут, людоеды, воры. А кто говорил, я не знаю, но казах. Да, мы с этой вот дальней фермой, по-моему, в 45-м, да, в 45-м году переехали в районный центр. Там мы наняли квартиру. Ну, как квартира? У них была двухкомнатная вот заходишь, и оттуда в следующую комнату, две комнаты, была мать, отец и сын казах. Они, по-моему, бесплатно пустили нас, вот эту первую комнату. Ну, это хорошие люди правда были. Они нам рассказывали, мы и так напуганы были. В школу вы пошли? Да. В каком году? В 45-м году брат повел меня, брат сам не мог, он за сестру, за мать на работу. Это не там, где мы живем, а другие там отделения, пятый, четвертый. Так, он меня повел, и мы попали в казахскую школу. Русский язык не знаем, они нам объяснили там, ну, брат это немножко уже знал, что это не здесь, надо вот туда-то идти. Так, мы в этом, в 45-м году не нашли эту школу, в казахскую мы не пошли, и так я остался. А он три класса закончил, был подросток. Так, в следующем, в шестом году мы уже знали, где школа, немножко русский язык, знали казахский немножко, все говорят, уже понимали. И он там буденус какой-то дозывался село, туда на работу за сестру поехал, ну, а меня он отвел в школу, отдал. И он пришел, в общем, после первой четверти, где-то в ноябре он с работы, уже отработал срок, тогда он пришел в школу. Документы нету, он говорит, три класса концу, ну, так, документы нету, не взяли. Тогда он говорит, первый класс тогда. Уже полгода, одна четверть прошла, ну, он не ушел, пока нету. Ладно, первый класс его тоже зачислил. Он в четыре, первые три класса закончил, четвертый класс вечерний открыли. Он пошел работать и вечером он учился. А я школу закончил. А далеко эта школа находилась от вашего дома? Как вы добирались туда? А, нет, к нашему часту школа находилась недалеко, ну, примерно метров триста, наверное, не дальше. Ну, если дальше было бы, то невозможно было ходить. А будь нечего, одеть нечего. А вот сыромятина есть кожа, там, животная кожа. Из кожи, по-нашему, боджи же назывались, сшили туда соломку, одевали. Некоторые смеялись, а некоторые ругали их, которые смеются. Вот, когда придешь в эту школу, добежишь, ну, в одном этом, зимой там холодно, брюки одни. Тебе здесь круглая печка была, одну вещь печка. Многие так из школы не пошли, но у брата и у меня желание было учиться. Что ж, да. Ну, жизнь наладилась, коры появились, сцены заготавливали. Ну, обычно как живут люди, так жили. Ну, отец, он грамотный не был, но он очень быстро доходил друзей. И там его батя называли. А ему в то время, когда выселяли, ему было… так… тринадцатый… Тринадцатый там и сорок четыре плюс тринадцать… Сколько это? Пятьдесят семь? Пятьдесят семь? Пятьдесят семь лет был отцу. Он тысяча восемьсот восемьдесят седьмого, получается? Да, тысяча восемьсот восемьдесят седьмого. А тот его брат, который с нами был, он был тысяча восемьсот девяносто. Три года он был молодой. Отец самый старший был. Вот, он там, председатель зоохоза, на работу пошел сторожем. Огородная бригада была. Там капусту выращивали, свекло там, ну, огурцы. Такой вот, огородная бригада. Там бригадир тоже его, так, на эти. Ну, на один момент я упустил. Весна, как это, сорок четвертый на сорок пятый год, знал. Только стек начал растаивать, еще земля полностью не от мороза не отверглась, мы ходили собирать колосса. Вы это дети или взрослые тоже ходили? Да, взрослые, взрослые ходили. Но мать не ходила. Мать дома там готовит и все там ела. В колоссе собирали, картошку откапывали, когда это оберзло. Вам разрешали это делать? Да, это разрешали голоса собирать. По крайней мере, нам ничего не говорили. Я не знаю. Но потом они после уборки, как только там начинает сорняк появляться, поджигали, тогда уже ничего не заберешь там. А так первое время, это не всегда, первое время, колоссе собирали, картошку. Я не знаю, откуда эти отрубы, без хотя бы пшеницной муки или кукурузной муки. Если не добавишь, просто отруби, ничего не получается. Там добавляли немножко. Ну вот дядя нас куда-то ездил, покупал пшеницу, покупал. Уже, ну так, понемножку окрепки начали укрепляться. Ну, я думаю, самое главное, что мне кажется, все мы были дружны, которые там жили. Если к одному из них приезжал гость, вот мы все там бывали, как будто мы одна семья. Дружно мы жили. И с местными жителями у нас контакт наладился. Тоже друзья появились. Вы могли свободно передвигаться из села в село или были какие-то ограничения? Район есть. В районе можно было, а дальше нельзя было. До 54-й год. После смерти Сталина. Кого обвиняли ингуши в том, что с ними случилось? Кто был виноват, по их мнению, это обсуждалось? Я не понял. А где были? Бегкие малвуры, галаши? В депортации Абахтара? В основном Сталин, ворк. Абахтара, да? Не знаю. Но Сталин… То есть они Сталина винили в своих бедах, да? В том, что их выселили, был виноват Сталин, по мнению Ингуши. Да. Но когда Сталин умер, когда хорошая весть бывает, так быстро передалось там радио, это у нас, нет? Одни плакали. Ингуши плакали? Нет, Ингуша я не видел, кого там плакали. Плакали, казахи плакали, русские плакали, немцы не плакали. С моим братом вечернее учился немец один. Друзья они были. Они свои лица слюной мочили, как будто смеялись. Появилась надежда у Ингушей, что им удастся вернуться на Родину? Да, мы никогда эту надежду не теряли. Дуаж дур просили Аллаха. Потом в 1954-м разрешили по Казахстану. Тогда многие из насыщенных мест в теплые места перебрались. Наши тоже, кроме отца и одного, двое отца, брата, сына остались. Отец сказал, куда вы едете, там умные люди. Тяжело вам будет там жить. А здесь люди нормально, здесь жить легче. Они не послушались. А через полгода младший брат отца письмо написал, деньги вернули. Они все вернулись. А другие там остались. А где привык там легче жить, а где… Я… Брат в 1954-м году поехал, когда разрешение было уже есть. В техникум поступил. Я пытался… В Алмату ездил, тут пытался… Диверсинский институт поступил. Но там по конкурсу не прошел. Теперь… Ну… Другие еще в школу… Это брат от другой матери. Он еще в школе там учился, когда мы туда ехали. Он только заканчивал школу. В 1957-м году мы вернулись в Казахстан. А почему именно в медицинский? А? Почему вы именно в медицинский попытались поступить? Ну… В то время… Не знаю, я так думал, что… Врачи все-таки людям помогают. Ну… На лечебный я не прошел. А… Там четыре факультета было. Детский врач, как это называется. Педиатр. А… Педиатрический, фарматистический и санитарно-эпидемический. Туда меня брали. Я не захотел. А… То есть, несмотря на то, чтобы вы были врагом народа, вас брали в высшие учебные заведения, да? Без проблем. А… Нет. Это после освобождения. Куда… Ездить нельзя было. В каком году это было? А… Я… В 56-м году закончил школу. В 56-м году я ездил туда, в Алматы. А… Мы… Туда… Туда приехал Хрушев в Алматы в 56-м году. Мы… Вот… Ингуши, чеченцы… Собрались… 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 Абутверент… Вот… Трех выбрали… Он… Там… Там… Чечен был… Инструктор… Обкома партии… Казахстана… Он… Впоследствии… Впоследствии… Председатель правительства… Чечен-Ингушевцев… Чечен-Ингушевцев… Это… К нему пошли… Чтоб он встречу сделал… Он… Он сказал… Я сам не могу… На него… Вон… Там… Опустить… Мы… Там… Писали… Что… Мы… В течение… Этих… Лет… Не могли… Никуда… Поехать… Учиться… Отстали… Без конкурса… Нас… Принять… Ну… Письма… Положили… Ответ… Нам… В каком году Вы вернулись на родину? В 57-м году… Я уже… Работал тогда… Брат мой… Ну… Двоеродный брат… Садевич его… Он… Работал… В магазине… Продавцом… Он… Меня… Устроил… Кассиром… Райпо… Ну… Потом… В 57-м году… Наша… Райпо… Переезжала… Вот… Эта… Станция… Кайбаор… И… Мне… Предлагали… Туда… Бухгалтером… Просили… У них там… Мало было… Образованных людей… Ну… Мы рвались на родину… Все, которые… Там… Вот… В селе… Жили мы… В 57-м году… В мае… В мае… Вместе… Ехали… Ну… Нормально… Когда… Ехали… Там… Деньги не давали… В основном… Зерно давали… Что… Рассчитать… Да… Которые работают… Да… И так… Там… Продажи… Было… Зерно… Ну… По пять… По шесть… Мешков… Зерно… Мы… Взяли с собой… Ну… Скот… Все… Продали… Дома… Продали… Да… Строили мы там уже… Я… Это пустил… Вот… Кто строит… Значит… Делали саман… Это… Глина… Перемешанной столомы… И формы… Там… Саман называется… А… Мы… Этот… Саман… Делали… На продажу… До самой… Глубокой… Осени… И… Даже… Вот… Девятый… Десятый… Класс… Я… Примерно… Одну треть… Я… В школу не ходил… Я сама делала… Говорил… Я больной… Ну… А потом… Классный… Вот… Пришла… Я сама делаю… Ну… Начал ругать… Ну… Брат… Техникум не учится… Больше… Работать некого… Ну… Летом… Три… К… Три… Месяца… Я… Там… Бухгалтером… Работал… И… Он меня… На работу… Как взрослому… Платил… Ну что… Соцедал… Талхадея Горстук… Надежду… Не теряли… Правда… Не… Ну… Да… Ученые… Арабисты… Они… Говорили… Что… Предсказывали… Что… Скоро… Возвратимся… А… Что… Они… Предсказывают… То… Сбывается… А что вас ждало… На родине… Когда вы вернулись… Что здесь… Было… Что вы увидели… А… Вернулись… Наш дом… Стоял… Но взрослый… Видать… Давно… Давно… Покинули… А… Ремонт… Ничего… Не делали… А… Колодец… Они… Что-то там… Пустили… Испортили… Воду… Где надо было… С родников убрать… А… А… Некоторых… Еще… Жили… Они… Без денег… Не уходили… Выкупали… Ах… Ах… И потом… Государ… Не только… Эти… Которые жили… Государ… Что законы… Столько… То надо платить… Деньги платили… Мы когда оттуда ехали… Ну… Это там… Скот продали… Там… Дом продали… Вы пошли на работу… Или учиться поступили… Ах… Нет… Я… Брат… Еще… В Казахстане был… А дома… Никого не было… Я не мог… Ну… Я один… Дочь… То есть… Сестра моя… Замужем была… Она… Ну… И то… И то… И то… И то… И болела… Так… Я пошел… Были двухмесячные курсы… Подготовки… Учителей начальных классов… Ингузского языка… Ингузского языка… Грозного… Шестьсот рублей денег платили… Тогда… Те деньги… Мы… Многие из сел… Кончили эту школу… Там… У нас… Преподаватель был… Дашел Мальсагов… Ингузская литература… И… Орц Мальсагов… Больший царский офицер… Он… Ингузский язык… Преподавал… А… Ну… И… До ноября месяца… Э… 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 В школе работал… Первый… Первый… Второй класс… Э… 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 Брат приехал… Уже… Перевелся… В серноводскую… Техникуму… И… Тогда… Я уже… Это… Повестка мне пришла… В школу… По… Яицам… Ну… Я… Никому не сказал… Что мне надо… В армию… Вот… Завтра и ты… Тогда я сказал… Отец… Правда… Недоволен был… Три года… Отслужил… Где отслужили? Ну… Заосно поступил я… Педагогически… Э… Э… Ну… Поехал оттуда… Зато мне… Строительный пошел… Институт закончил… То есть… Находясь в армии… Вы поступили… Получается… Заочно… Или после окончания… Нет… Нет… До армии… Мы… 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 Когда вот… Учились… Двухмесячные курсы были… Тогда… Как раз… Это… Что… Набор… Заочно… Там… Не только я… Там… И другие… Поступили… Которые со мной тогда учились… Лила Яхлер… С Базгиевой… Она была… Заместителем… Министра образования… Ну… А я не захотел… Пробладать… Я… Педагогика вас не интересовала, да? А? Педагогика вас не интересовала? А? Вам не интересно было это направление? Не… Я… И медицина уже… Я там… Как… Машину аварии сделала… Когда… Видел я это… Когда в армии… Там… С камнями… Они… Да… Ехали… Вот эти… Я увидел… У меня… Отвращение было… Министра… А где вы служили? В Белоруссии… В каких войсках? Танковой… Танковой… Вначале закончили… Как они называются… Десятимесячные… Там курсы… В Казахстане, когда кто-нибудь начинает строить, сразу собирали все, сама делали, дальше работали, общак делали. Вы можете сказать, вот это клеймо репрессированного, клеймо врага народа, оно вообще сказывалось в вашей судьбе, сказалось. Как относились люди к вам после того, как узнавали, что вы ингуш, что вы бывший спецпереселенец? Ну, в основном, были такие, Ахмади их называли. Даже у нас в школе, когда учились, один учебник был на пятерых. Вот по часам передавали уроки, когда учил. А мальчик один, он должен был ко мне принести, не принес. А я потом, когда пришел в школу, ударил его. А он заплакал. Тут учительница пришла. Ах, бонит. У меня были такие. Но это не массово. В основном, мы с местными дружно жили. Ну, еще, конечно, там топить не было, допустим, где с ним не на чем. Камыш там в основном топили и кизяк. Тогда, вот когда камыш возят, там падают по дороге. Я это собирал, чтобы топить. Казах один проходит мимо. Чего? Говорит. Обедки собираешь. Люди разные. Вот. Вот этот день, который выселяли, как. И вот этот поезд, и вот это помещение, которое мы в сарайе падали. Вот это. Никак не могло забыть. Никак не могло забыть. Я зло не затеял. С друзьями всегда, с людьми, у меня конфликта не бывало. Я закончил нефтяной институт строительный. Мне и в Грозном предлагали работу. Тогда, когда учились, восемь месяцев была практика. Просили остаться. Я не остался. Хотел опыта набрать тогда. Лифтекумский газоперерабатывающий завод строил с нуля. Потом нас перевели в Грозный. Грозный газоперерабатывающий завод строил генеральным подрядчиком. Мне более легкую работу предлагали. Совхозы предлагали. Где я в Грозном жил, там богатые совхозы были. Предлагали. Но там заработки совсем два-три раза больше было, чем… Ну, у меня… Наверное, по дурости. Я думал, что я доброе дело делаю. Вам нравилась своя работа, да? А? Вам нравилась своя работа? Да, нравилась мне. Ну… Ну… Все это… Тогда тяжело было. Очень тяжело было. Но… Мне кажется, что сейчас тяжелее. Почему? Тогда… Тогда была дружба. Тогда была… Я ездил. Тогда было… Ну… Мне кажется, что сейчас… Ну, сейчас… Да, материально… Конечно, это… было… Но… Тех отношений, которые тогда были. По-моему, сейчас… Я мало. А как вы оказались… По рассказам… Я поняла, что вы в основном жили вне пределах Ингушетии. В Грозном, в Нефтекомске. Да. А как вы вернулись на родину, в Ингушетии, как вы оказались? А… Ну, я ж отсюда… Местный… Вот этот дом… Стоит там, где стоял дом моего отца. Вы младше всегда, поэтому… Наверное… Наверное… Так быстро не прошел… Наверное… Но все равно… У меня фундамент был заложен здесь. Землю я… Участок купил здесь. А… Ну… Руки не находили… Да… Частного… А… Мне один КГБ сказал… Я когда на заводе объектовал… Он… Приезжал туда… Там… Тайники поставить… Иностранцы там были… Приехать должны были… Приехать должны были… Он… Говорит… Да… У тебя… Здесь дела лучше идут… Говорит… Чем на гараже… А я говорю… Откуда вы знаете… Как… Не знаю… Я под… Там… Сосед… Он… Не сосед… Он… Либо… Все знает… Все знает… Да… Так… Я… 45 лет… Заболел… Общирный… Общирный… Трансфурнальный… Как это называется… Сердечный… Инфаркт… Инфаркт… С миокардией… 12 суток… В коме был… После этого… Три раза… Еще было… Ну… Живой… Еще… Да… Елаха… Арсака… Человек… Фац… Которые со мной… Учились… Которые со мной… Работали… Почти нету… Один-два человека… И то они в Москве… Отец… Мать… В каком году у Вас умерли… И что стало с Вашими… Братьями… Сестрами… Другими… Да… Брат… Вот… В шестнадцатом году… Старший… Вот этот… Который… Там… Работал… Он… Умер… В феврале… Три года… Брат… Брат… От другой матери… Он… Педагог был… Он… Тоже… Умер… Очень рано… Вот эти двоеродные… Браты… Все… Умерли… Вот эти двоеродные… Браты… Все… Умерли… Я… И… Еще один… Брат мой… Уже… Четвертый… Женец… Это… Он… Уже на родине… Да… Нет… Как раз… В Казахстане… Пятьдесят… Первых… Год… Рождение… А из тех… Кто уезжал в Казахстан… Из этих… Двенадцати… Детей… В Казахстане… Погибло… Сколько? В Казахстане… Пять… Из вашей… От вашей мамы… Сколько? От нашей мамы двое… Две сестры мои… А от… Второй… Матери этой… Три… Два мальчика… Один как раз… Моего возраста… Был… Хамит… И… Самый младший… И… И… Мария Мях… Сестра… Вот сейчас… С сегодняшней точки зрения… Вы чувствуете себя реабилитированным? Вообще… Вы знаете о том, что… В… …а… вы в курсе слышали об этом указе по которому как раз в 1992 году была образована республика ингушетия вот как бы что вы можете сказать вы чувствуете себя реабилитированным ну как вам сказать по моему государство что-нибудь сделала чтобы исправить эту страшную ошибку перед каждым ингушом которого в течение 13 лет лишало своей родине вообще всех прав государство наверное старалась может быть были какие-нибудь материальные компенсации помощь государства на на семью благопомощь стоимостью вот например у нас стоимостью наверно индюка это за потерянное имущество да я себя считаю дважды репрессировать почему я скажу я жил в грозном у меня была четырехкомнатная квартира девяносто седьмом году я его сдал на компенсацию тогда то время назначили тогда нормальный день мы назначили 130 тысяч это в долларах было где-то 22 тысяч долларов когда назначили а через четыре года отдали 4 тысячи долларов смог я купить за это репрессированный но это вот записывали на вот дома строят для них деньги давали вот как это называется для беженц для беженц да а туда меня записали то есть это после так называемой чеченской войны да да вы вынуждены были покинуть грозный и оставить там свое имущество да вот вот заявление я здесь там получил я 133 тысячи это составило 4 тысячи долларов деньги официальнолись а индексации ничего не произвели ну тогда составляли списки на помощь на помощь беженцам там по фамилии я забыл как это называется ну сейчас в квартиры дают там деньги давали а сейчас на квартиру перешли а мне туда не записали якобы ты получил компенсацию а надо было судиться а я больной был это третий инфаркт у меня был и каждый год надо было собирать определенные бумаги в списке это я не смог сделать и так и так в детстве в детстве Сталина выслал а взрослый ну если вот сын это я бездомный грозный был бы умирать а суд ходил я суд там сказали ты получил если не получил бы тогда можно судиться а ты получил бесполезно судиться субсидии 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 вот туда не записали я не смог записать то есть что должно по-вашему сделать государство чтобы вы полностью были реабилитированы что оно должно лично для вас для вашей семьи сделать ну сейчас меня абсолютно это не интересует мне абсолютно ничего не надо если даже они дадут оставить на доллар мархаму да вы дадут зачем оно мне нужно я я я я я уже это более переболел я уже оставили да вы это уже да конечно таких как я много таких таких как я им ну может нужно помоложе меня есть а это государство это наше российское государство ингуши всегда приветствовали помогали новой власти прийти и и и и и и и отдача ингушам по-моему не че не по заслугам вы посещаете мероприятия которые посвящены депортации вы ходите на мероприятия митинги вот к 23 февраля именно по депортации я уже да я вообще дома здоровья вам не позволяет да а дома об этом рассказываете внукам как я поняла у вас внукам да они в школе там просят рассказать внукам рассказывать а нужно об этом рассказывать как вы думаете должны они знать об этом ну я думаю должны знать а как вы думаете что это знание что и может дать почему это так важно да я не говорю что оно важно но как вам сказать какую трудность какую трудность пережили их прятки наверное надо к чему это может их научить я не знаю к чему оно может их научить наверное наверно 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 было было как как вам кажется вот просто эта мысль вы как то уже немножечко так отметили в своем рассказе благодаря чему ингуши выжили вот в это страшное время в эти страшные тринадцать лет особенно в первое время голода холода болезни благодаря чему каким качеством или конкретно какому то факту ингуши все таки им ушам удалось выжить и сохраниться и вернуться на родину мне кажется что в первую очередь Аллах нас не забыл дал ну просто дал в пятницу и во вторых сплоченностью ингушей я говорю мы как одна семья жили по моему вот к примеру были с нами там жили ну в основном женщины они были мужчин не было я точно не знаю они на работу не могли идти одевать им нечего было вот мы там которые жили скинулись купили им одежду тогда они начали на работу могли ходить сплотенность сплотенность дружба ну как вам сказать даже сейчас когда встречаешь встречаешь которые там жили встречаешь начинается уже почти метр чувствуешь чувствуешь какое-то приятное дружба сплоченность поостанов не все до не а все в цель пусть не все что они идут Добро пожаловать в наш канал!